Ребят, всем привет, с вами как всегда, Джамбу Макс, и сегодня я вам расскажу о двух случаях, как ребятам недавно заблокировали аккаунт на неопределенный срок. Скорее всего, навсегда. Если вдруг вам тоже прилетал когда-либо бан, то напишите свою историю в комментариях. Перед началом видеоролика, как всегда, прожимай лайкусик, подписывайся на канал и маленькая реклама. Да, Альфа-банк и моушн-дизайнер Бликспейсер сделали вот такой вот креативный ролик, сымитировав 3D-рекламу на медиафасаде в поддержку акций-кредитки год без процента. Как вы заметили в ролике, игрушечный Мишка, кстати, собственность дизайнера, разбивает в дребезги гигантской кредиткой стеклов Сити и улетает на ней, как на воздушном серфе между башнями. Кстати, в кадре дизайнер показывает аудитории 2000 купюру, а это значит, что каждый, кто оформит карту год без процентов до 30 сентября включительно, получит 2000 рублей. Плюс преимущество карты. Год без процента на любые покупки, бесплатное обслуживание в первый год использования и снятие до 50 тысяч наличными без комиссии каждый месяц. Поэтому, если вдруг вы задумывались о кредитной карте, то сейчас самое время оформить карту год без процентов от Альфа-банка. Если что, ссылочка на оформление будет в описании. Начну с того, что эти две истории произошли в один и тот же день. Дело в том, что в начале дня мне написал чел, который сказал, мол, Джамбо, меня заблокировали, что можно с этим сделать. Если вдруг вас все-таки заблочили, самое важное узнать причину и срок блокировки, поскольку есть два вида банов, которые не совсем значительные. Первый такой бан, это бан за голосовые или текстовые нарушения. Как правило, он дается на некоторый срок, чаще всего небольшой, и получить его может за то, что вы очень плохо себя ведете либо в сообщениях, либо в голосовом чате. Поэтому, если вдруг вы общаетесь с иностранцем, да и вообще с любыми, кто играет в какие-нибудь там игры, где токсичные комьюнити, лучше не вступайте в диалоги и не пишите ничего оскорбительного, ибо после их жалобы, ваша функция общения пойдет в баню. Реально. Но если вы будете продолжать обзываться или вести себя как токсик, то ваша репутация аккаунта понизится до такого плинтуса, что вы просто не сможете нормально себе подобрать игроков. И у вас на профиле будет таблички по типу нежелательный игрок, агрессивный или там как-то так. В общем, у вас будет всегда клеймо токсик. На самом деле, я считаю, что такая фильтрация, она действительно нужна, потому что есть действительно токсичные игроки, и пусть вот они играют по сути себе подобными. Просто в том же Дискорде, как мне говорили, там творится полная жуть, там никто за этим не следит, и мне ребята на полном серьезе говорят, типа, ребята, если вы зарегались в Дискорде, лучше не заходите ни на какой сервак, не общайтесь, там реально типа токсичные комьюнити. Я не знаю, правда это или нет, потому что в Дискорде я особо не сижу, но если это так, то напишите тоже об этом в комментариях. Но единственный вопрос ко всей этой теме касается, конечно же, наверное, правильности модерирования, поскольку я встречал случаи, когда попадали в баны не инициаторы конфликта, а как раз-таки тот, кто давал некую ответку. В общем, в таких вот случаях умнее, наверное, все-таки промолчать, уйти от конфликта, ну а в случае чего просто кинуть жалобу на этого токсика. Второй вид банов является практически автоматическим, который дается за то, что новый профиль не привязан к какому-либо номеру. Когда вы заводите аккаунт, и после того, как вы там купите игру или просто на нем поиграете, пройдет некоторое время, и если вы вдруг увидите, что ваш профиль заблокали, то не пугайтесь. Через сайт Microsoft после входа просто внимательно прочитайте, что от вас требуется, и все будет нормально, поскольку это некая защита того, чтобы просто не создавали множество профилей болванчиков. Но тот бан, который посетил двух человек совсем недавно, не совсем уж и безобидный, и вероятнее всего парни потеряли свои аккаунты навсегда. По крайней мере, я недавно писал одному из них, и он сказал, что все-таки разблокировать его не получилось, увы. Какая была история? Сначала мне написал в начале дня один чел, потом вечером на стриме второй. И честно, я сначала подумал, что это один и тот же человек, но оказалось это совсем не так. Просто у них были реально одинаковые проблемы. Блок аккаунта на неопределенный срок. В общем, когда прилетает такая вот штука коина, я всегда даю этот сайт для того, чтобы узнать причину и срок. И на самом деле, это очень удобная штука, конечно, раньше она выглядела намного лучше, поскольку вы могли узнать даже количество жалоб, кинутые на вас, но сейчас это совсем немножко как-то упростили. И единственное, что можно узнать, так это на какой срок и за что вам это дали. После проверки я понял, что это бан, скорее всего, навсегда, ибо он был в категории постоянной. Конечно, первый парень не сидел с вашей руки и списался с иностранной техподдержкой, которая ему сказала, что все-таки это бан якобы можно как-то обжаловать. И у него реально, кстати, работала эта кнопка, хотя при бесконечной бане она, ну, не должна работать. Но, к сожалению, какую-либо апелляцию по этому поводу ему не удалось отправить, ибо тупо возникала ошибка. У второго парня была точно-точно такая же ситуация, и самое примечательное было то, что их даже заблокали вроде как в одно время. И чтобы понять, почему это случилось, я у них спросил, что они такого делали, ну, в недавнее время, и выяснилось, что они покупали с Аргентины. Тут прошу не пугаться, поскольку это способ легальный, и он до сих пор работает. И до сих пор коды делают, и их продают. К примеру, ребята из X Games, которые меня не раз выручали, этим занимаются по сей день, и каких-либо проблем у них не возникало вообще. Поэтому, если вдруг вы хотите что-то купить, то лучше обращайтесь все-таки к ним, ибо с ними проблем никогда не бывает, и вряд ли будет. Ссылочку, если что, оставлю в комментариях. Мне показалось, на самом деле, немножко странным, что после Аргентины их заблокали, но потом выяснилось, что они брали коды на платит.ру у одного и того же продавца. Один из них покупал код с игрой, по-моему, на Наруто Ultimate Ninja Storm 4, а другой у него покупал поинты для батлы. И для того, чтобы это провернуть, дал свой аккаунт для покупки, ибо валюту не так просто произвести. Сори, я не буду показывать аккаунт продавца, поскольку я на 100% не знаю, кто точно виноват, и что конкретно он такого сделал, чтобы так произошло. Но, скорее всего, опять же, предположительно, либо коды были какие-нибудь там крадены, либо покупались с не очень легальных карт. Просто прикол в том, что для многих данный способ покупки, ну, с Аргентиной, там, с Турцией и так далее, кажется крайне легок. И все, кто видит там, например, самую дешевую цену, соответственно, как-то на это ведутся и покупают. И самое главное, не задумываться, что карты могут заплатить, что есть там комиссии и так далее, что в целом уже как бы под вопросом стоит выгоду продажи. На самом деле, выбор ваш, но исходя из таких ситуаций, становится ясно, что не каждый продавец делает все правильно. И зачастую, где супер низкая цена, или же возможность предзаказов, или вообще заказ внутриигровой валюты, чаще всего заканчиваются, к сожалению, такими вот историями. Кстати, насчет поинтов и предзаказов. Что касаемо последнего, а именно предзаказов, я вам крайне не советую их делать за больший срок, да и, наверное, брать вообще, поскольку там, где вы их находите, вам вышлют, скорее всего, либо код в дату релиза, что, собственно, немножко не имеет смысла в предзаказе, либо же вам привяжут карту, сделают предзаказ, но проблема заключается в том, что деньги списываются лишь где-то за неделю. И за срок больше недели, пока у вас висит якобы покупка, с его карты может произойти абсолютно все, что угодно. К сожалению, такие случаи бывали, по-моему, была в группе ВКонтакте какая-то, один из парней там набрал кучу предзаказов на Киберпанк, но в итоге в дату выхода всем сказал, типа, ребята, извините, сори, что так вышло. Всем пока. Что касаемо тех же поинтов, там практически такая же история, что покупка должна быть именно с вашего аккаунта, поскольку сгенерировать код на валюты у майков, тупо, собственно, ручно нельзя. И поэтому вы должны дать аккаунт, они привязывают свою карту, покупают и так далее. Но с этим многие продавцы попросту не хотят связываться, поскольку это много времени, больше геморроя, из-за которых может быть вот подобные такие вот ситуации. Поэтому, в принципе, эти покупки и проблемны, и я вам не рекомендую в них ввязываться, но тут уже как бы смотрите сами. Что касаемо банов на консоли, их видно крайне редко, но они есть, и чаще всего они за большое количество аккаунтов, именно купленных. Просто, знаете, я списывался с одним челом, которому, кстати, было отчасти по любому, что консоль у него заблокали, у него был, по-моему, Xbox One, но, как сказал, у него просто было много аккаунтов, из-за этого, скорее всего, это и пролетело. В этом случае консоль становится кирпичом, в который нельзя поиграть как-либо в онлайн, у вас, по сути, вообще не входит ваш профи, и единственное, что можно сделать на этой консоли, так это играть в оффлайн, именно игры с дисков. Поэтому мой вам совет, всегда берите у проверенных ребят, не покупайте лучше предзаказы, не покупайте никакие поинты, потому что это чаще всего до добра не доводит. Если вы реально дорожите своим аккаунтом и не хотели бы, чтобы по какой-то причине его заблокали, лучше все покупайте на сторонний аккаунт и просто делайте его домашним, чтобы весь контент, который вы купили на него, был доступен и на ваш профиль. Как сделать профиль домашний, в принципе, у меня есть об этом много роликов, можете посмотреть на канале. На этом, в принципе, все. Вот такая вот история. Обязательно пишите свои. Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok